Как-то я снимала ролик о том, что женщина не обязана уметь готовить И какая же жесть началась в комментариях Причем горела не только у мужчин, но и женщин Как ни странно И речь шла не о первичных навыках готовки для банального выживания Который в принципе должен обладать любой человек И в целом речь вообще шла не о еде О стереотипе, что женщина не умеющая готовить это не до женщины И почему-то все сразу решили, что таким образом я оправдываю саму себя Как мне писали в комментариях Вот он от тебя и уйдет, потому что ты готовить не умеешь Серьезно? Именно по этой причине? Я умею готовить и делаю это прекрасно И судя по комментариям, только благодаря этому я вышла замуж Но я не считаю это обязанностью Самое грустное, конечно, это читать комментарии мужчин Которые говорят, что женщина, которая не умеет готовить Это, цитирую, просто подстилка Выходит, у женщины всего две функции Там были, конечно, комментарии еще и похлеще Но также печалились женские комментарии Которые, куда же тогда стремиться мужчине, если не к запаху уюта? Серьезно? Я думала, что мужчина стремится домой к своей любимой женщине И хотелось бы заметить, что ощущение дома и уюта Это не только пожрать домашнюю еду Это душевное состояние, которое вы даете друг другу И атмосфера, которую вы создаете вокруг себя Если женщина любит готовить, а мужчина забивать гвозди в стену Это просто чудесно! Но это не основополагающее счастливых отношений И знаете, почему я считаю, что никто никому ничего не должен? В том числе готовить Потому что все, что я делаю для своего мужа и своей семьи Я делаю, потому что хочу это делать А не потому что обязана И пока вы делаете что-то только потому, что считаете, что должны Вы так и будете жить с чувством неудовлетворенности собственной жизнью Потому что вы всем вокруг, сука, должны И давайте еще не забывать, что в 21 веке Женщина работает наравне с мужчиной И она не обязана после работы торчать целый день у плиты Чтобы удовлетворить ваши аппетиты Ну и не забывайте, самое главное, ты ему борщ, он тебе гвоздь в стену Лето — это встречи с друзьями, велосипедные прогулки, поездки за город, пикники и еще много других развлечений Лето — это всегда прекрасная погода Только что же солнце было! Лето — это вовремя понять, что прошло уже больше половины, а ты нахрен из дома выходил пару раз В смысле уже пол лета прошло? Лето — это отдых в странах заморских Лето — это неистово худеть в последний момент, чтобы успеть хотя бы к концу сезона Лето — это обожраться мороженым, ведь так хочется освежиться Ты же вроде неистово худела Вообще-то тут только клубника и базилик, так что читай пьюлой монах Лето — это засыпать, когда пьяные уроды наконец замолчали и началось пение Лето — это любовь Да что просто! Короче говоря, муж вернулся с вечеринки, на которую я не ходила Типа там будут только ребята Уложила спать, пожелала спокойной ночи Легла сама, долго не могла уснуть Представляла его со всеми шлюхами мира Взяла его телефон, решила, что это слишком низко Положила телефон А изменять мне со всеми шлюхами мира не низко? Стала рыться в его телефоне Ничего не нашла, обрадовалась Затем поняла, что он наверняка знал, что я залезу в его телефон и все стер Козел Наступило утро Принесла ему водички и таблетку от головы Он пришел на кухню Прихватив с собой щенячий взгляд Я была во всеоружии Начался допрос Изучила его футболку, штаны и его самого Пообещала, что если он скажет мне правду, я все прощу Он сказал, что мне надо успокоиться Я была абсолютно спокойна Ладно, мы типа это все проехали и легли посмотреть фильм В фильме была сцена измены Он улыбался Спросил, почему он улыбается Он сказал, что не улыбался Что, вспоминаешь, как мне изменял? Сказал, что я совсем больная Начали ругаться Девушки, доверяйте своим мужчинам Ведь отношения строятся на взаимном доверии А еще потому, что однажды Короче говоря, я вернулась с вечеринки Все обернется против вас Здарова! Как я рассказывала о шоурумах, которые втюхивают вам вещи с Алиэкспресс По охрене есть в какой завышенной цене Не буду вам сейчас показывать эти шоурумы Потому что на меня уже как-то пообещали подать в суд И придает сколько угодно, может вам доказывать Что он сам летает в Китай И выбирает собственноручно там самое лучшее Даже если это так, то это не отменяет того, что вы можете купить эту вещь на Алиэкспресс Там есть как хорошая версия этого товара, так и плохая Причем с одной и той же фотографией Просто они не хотят заморачиваться по этому тыре с фотографией друг у друга Выбирайте по ценам и отзывам Так как же распознать, что это не дизайнерские шорты, а просто шорты с Алиэкспресс Заходите в приложение Алиэкспресс Нажимаете на иконку фото в углу Делаете фото этой вещи, пока продавец отвернулся Или уже загружаете из альбома И вам находят либо похожее, либо точно такое же И вуаля! Все! Хочешь шоурум свой открывать? Здарова! Вы наверняка видели ролики, где парень такой звонит своей девушке по телефону Дорогая, я буду через час, приготовь ужин А девушка, конечно же, не умеет готовить И она такая Ой нет, что же теперь делать, ведь он наверняка меня бросит, узнав эту страшную тайну И тогда она придумывает супер коварный план Заказать доставку еды из ресторана Пока он в пути, она принимает доставку еды Затем заметает все следы Красиво сервирует стол Парень возвращается домой, удивленный взгляд и спрашивает Это все ты приготовила? И она отвечает Конечно, я ведь у тебя такая рукодельница Ага, за час она приготовила ужин из пяти разных блюд И все это в платье, на каблуках И судя по пустой раковине, посуда ей абсолютно не понадобилась Так, ладно, что-то я увлеклась Короче, к чему я это? Неужели в 21 веке девушка обязана уметь готовить? Особенно, когда есть сервисы доставки еды прямо из кафе и ресторана Камон, нет ничего постыдного заказать еду на ужин И при желании всегда можно потом научиться готовить В этом нету ничего сверхсложного Это же не санскрит А вот что действительно постыдно, это притворяться тем, кем ты не являешься Давай, приготовишь ужин? Да, конечно Заказать Лето это пробудиться ото сна, подчарующие звуки стройки, ремонта Или что там они нахрен делают каждый год Да как же вы Лето это заряд бодрости с утра, ведь уже вторую неделю нет горячей воды Лето это спорт, ведь в фитнес-центре не отключили горячую воду Лето это отдых на природе Не, не, крем не надо, я никогда не сгораю И красивый загар Лето это делиться своим потрясающим музыкальным вкусом с окружающими Лето это умудриться заболеть в разгар жары, потому что гребаный кондиционер херачил всю ночь Лето это натертые ляхи, дизайнерские джинсы и волшебные ароматы Лето это засыпать под пение каких-то пьяных уродов Лето это любовь Да заткнитесь, блядь Здорово Все мы иногда немножко бешены Я же просила не мешать Я сказала немножко И знаете, есть вещи, которые особенно бесят Бесят, что очередь, в которой ты встал, будет самой медленной А рядом обязательно будет очередь быстрее Но как только ты туда встанешь, она опять станет самой медленной То же самое и с пробками Все будут ехать, кроме твоего ряда Но стоит тебе перестроиться Короче, вы поняли Ну проезжай, давай Бесят, когда тебя орут из другой комнаты Я носки мою Ты нифига не слышишь, переспрашиваешь Что? Опять не слышишь? Да что? Все, уже ничего Если это такая важная информация, может быть ты подойдешь? Бесят, что от вкусной еды ты поправляешься Бесят пакет с пакетами, но ты уже не можешь остановиться Бесят, что у скотча невозможно найти начало А знаете, что еще бесят? Вот бесконечная реклама у блогеров почти в каждом ролике Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok